Каждый такой ковер, как стихотворение, имеет свое поэтическое название и сюжет. Вот летние встречи, текстильная фантазия мастерицы из города Торжок. Цветы из органзы, шелковые стрекозы, солнечные лучи из атласной тесьмы. Это объемная, лоскутная формопластика. Я ее использую, когда делаю, допустим, какие-то элементы. Это цветы, листья. Но вот в данном конкретном это сжатое, вот сминание техника, сминание. Сочинить сюжет ковра нетрудно, как кажется новичкам. Да хотя бы осенний лес. Лоскуты можно собрать дома, но есть и специализированные магазины. Вот американский хлопок для квилта а-ля рюс. Такую ткань можно сразу в рамочку и на стену. Возьмем урок старинной русской техники шитья уголками. Как один мальчик потом небольшой сказал, да это же клювики. Вот так мы и зовем между собой это клювиками. Приготовим разноцветные треугольники, размером как спичечный коробок, разрезанный по диагонали. Сворачиваем их уголком, чтобы лоскут не махрился, и начинаем пришивать вручную первый круг. Если правильно сворачивать уголки, то их должно вот в первом круге получиться семь штук. Вот как здесь, видите, получилась такая вот лепешечка. Следующий круг уголков кладется слегка внахлёст, образуя вершинами острый заборчик. В готовом панно лоскутки действительно смотрятся как клювики, а друзья художницы в шутку называют ее работы массажными ковриками. Предвосхищая вопросы на каждом, Алла Яковлевна указывает точное количество пришитых лоскутов. Здесь четыре с половиной тысячи. Однажды американке моя знакомая подарила, и когда она увидела вот цифру здесь, говорит, а что это, это номер изделия? Она говорит, нет, это количество пришитых лоскутиков. Так сказала, крэйзи. Помимо эстетического удовольствия и уюта в доме, лоскутные ковры приносят своим авторам международный успех, гонорар и друзей-единомышленников по всему миру. Летние встречи скоро отправятся на выставку в Хьюстон вместе с автором, пенсионеркой Нелли Савельевой. Продолжение следует...